приветствую всех сегодня мы с вами будем готовить беляши беляши такие которые были в моем детстве когда они продавались на рынках на остановках из фляг и были очень очень вкусными для начала ставим в холодильник стакан воды холодной она нам будет нужна для фарша и замешиваем тесто берем пол литра молока или воды немножечко нужно подогреть чтобы были чуть-чуть тепленькие опускаем туда дрожжи дрожжи берем 25 грамм 25 это получается четвертая часть 100 граммов пачки либо пачку сухих дрожжей и даем чуть-чуть постоять а сами тем временем просеиваем килограмм муки сколько у нас уйдет муки мы узнаем позже потому что мы будем добавлять ее в жидкость постепенно мука у всех разная и расход муки тоже будет у всех разной в жидкость добавляем столовую ложку сахара и чайную ложку соли и небольшими порциями добавляем муку сразу всю муку не добавляйте потому что ее может оказаться лишнее и перемешиваем замешиваем сначала ложкой потом будем месить руками муку я всегда просеиваю для того чтобы она наполнилась насытилась воздухом изделия наши наши были мягкие и пушистые так вот смотрите тесто уже ложкой вымешивается туговато значит мы начинаем его вымешивать рукой мука у нас еще осталось возможно мы ее добавим переходим на вымешивание руками немножечко руку смазываю маслом чтобы тесто не прилипало и вмешиваем до получения однородного теста тесто должно быть мягкое оно будет ему твердым как пельменное например быть ни в коем случае не должно но и должно держать форму так вот у нас комочек сформировался в чашке его вымешивать неудобно готовим поверхность смазываем ее чуть маслом и и продолжаем вымешивать на поверхности так вот замешиваем тесто с краешков смотрите залепляем как бы внутрь у кого совсем жидкая можно подместить сюда еще руки вот так вот добавляем и вмешиваем пока она вся не уйдет в тесто так готова вот тесто опять немножечко начинает липнуть к столу муку мы все собрали больше я добавлять не буду так вот такой вот получилось эластичное тесто но не очень твердая но и не совсем такое текучие собрать в комочек его можно убираем тесто обратно в миску накрываем салфеточкой либо затягиваем пищевой пленкой либо можно вот так вот просто подходящий по размеру кастрюль и крышкой от кастрюли закрыть и убираем в теплое место а сами занимаемся фаршем я взвесила оставшуюся муку у меня осталось 150 грамм получается ушло на пол литра жидкости 850 грамм муки пока тесто подходит занимаемся фаршем берем мясо в любой пропорции как вам нравится свинина говядина можете взять только одну свинину или только одну говядину я делаю пополам так мне нравится больше кило 200 мяса получается у меня по 600 грамм свинины и говядины и 400 грамм лука лука можно взять поменьше можно взять 300 грамм мясо измельчаем с помощью мясорубки лук мелко режем вот смотрите тесто как хорошо поднялось фарш у меня еще не готов мы его немножечко вот так вот обминаем прошло 40 минут тесто ведь уже готова обняли руку можно смазать маслом и пусть она дальше подходит оставляем подходить дальше итак мясо прокрутили добавляем сюда 2 чайных ложки с горкой соли получается где-то 20 грамм даже можно еще капельку чайную ложку перца лук если у вас в семье кто-то не любит лук и будет его выковыривать из блюда из беляшей в том числе то лучше прокрутить через мясорубку вместе с фаршем так и вот тут нам нужно будет наша холодная вода замешиваем фарш постепенно добавляя в него воду если кто-то лук прокручивал через мясорубку вместе с мясом они резал кусочками воды возможно понадобится поменьше потому что лук даст сок в нашем случае сок в луке остался весь внутри то есть он дополнительной влаги жидкости не дает а если бы мы его прокрутили через мясорубку то фарш был бы гораздо влажнее и по чуть-чуть по чуть-чуть добавляем воду воды где-то нужно будет 150 миллилитров то есть где-то 2 3 стакана вот у меня уже почти стакан воды ушел нужна вода для того чтобы фарш не был сухим внутри пирожка чтобы чтобы там появился немножечко бульончик который пропитывает тесто и она от этого становится очень-очень вкусным как видите вода не стоит вода хорошо впитывается на дне нет ни капельки воды поэтому я остаток тоже выливаю в общем у меня ушло 200 грамм воды 200 миллилитров и продолжаем хорошенечко вымешивать чтобы соль перец распределились равномерно готова наша начинка вот посмотрите фарш плотный хоть мы сюда стакан воды добавили он не растекается не расползается тесто наше второй раз уже поднялось смотрите скоро мы начнем делать беляши из этого количества теста и фарша у меня получается 34-35 беляшей обычно так значит сейчас пока еще тесто подходит я разделю сразу наш фарш на столько кусочков одинаковых я разделила фарш пополам здесь значит будет у нас 18 и здесь 18 18 шариков делим на три части так из этой шесть из этой шесть из этой шесть из этой шесть вот смотрите одинаковые ровненькие части каждую делим также на 3 на три комочка одинаковых и каждый этот комочек будем делить пополам таким образом мы разделим всю начинку и тесто заранее на порции у нас не останется ни лишней начинки ни лишней порции так вот получилось у нас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 каждый из них мы разделим пополам и у нас получится 18 18 порций одна порция на один пирожок комочек получается размером где-то с грецкий орех и так фарш мы разделили на 36 вот таких вот одинаковых тектелек тесто наше уже моровит убежать посмотрите она уже вернее убежал и даже крышку с собой прихватить хочет вот такое вот пышное воздушное тесто в этот раз я вам покажу как разделывать тесто с помощью масла мы будем стол и руки обрабатывать не мукой маслом и иногда так делаю иногда так разницы особо нет так что кому как удобно так и делайте смазываем поверхность на которую мы будем выкладывать кусочки тесто масло рабочую поверхность и руки вываливаем тесто и делим его тоже на 36 одинаковых шариков для этого мы тоже выделим пополам каждую часть на три части получается здесь 18 здесь 18 6 6 6 и 6 то же самое 6 и 6 тут каждого этого комочка я теперь разделю на 6 то есть на три и каждую из них пополам таким образом у нас получится абсолютно одинаковые ровные шарики шарики получились чуть меньше чем мясные подкатываем и складываем на смазанную маслом поверхность 36 шариков из теста готовы накрываем их салфеточкой и оставляем минут на десять подниматься итак шарики наши увеличились в размере подошли тесто наше постояло разделано еще минут пять смазываем скалку маслом стол немножечко маслом но не сильно чтобы тесто не скользило и раскатываем сильно не нажимаем раскатали блинчик берем тефтельку защипываем сверху дважды и уголки подтягиваем сюда же получается вот такой мешочек переворачиваем убираем на место складываем беляшки защипом вниз с одной стороны с другой стороны сюда же подтягиваем уголки защипнули вот так убираем и продолжаем лепить остальные беляшки лепим их полностью чтобы не отвлекаться на жарку во-первых чтобы они все хорошенечко поднялись такие кругленькие я кстати слышала что беляши бывают с дырками но я во-первых таких никогда не видела а во-вторых мне кажется так удобней не будет ничего вываливаться, вытекать ну и привыкла к таким других не ела я слепила почти все беляши штучек 10 осталось выливаем в глубокую сковородку литр масла масло должно быть столько чтобы беляши плавали в нем во время жарки чтобы они не касались дна поэтому подбирайте какую-то посуду возможно это кастрюля какая-то можно даже жарить в мультиварке но это получается очень долго потому что там они жарятся очень медленно и ставим на огонь чтобы масло наше разогревалось пока мы долеплю им остальные так беляши я все слепила масло разогревается масло должно быть очень горячим но не должно дымить и начнем жарить с тех которые слепили первые беляшки выкладывать на сковородку мы их будем швом защипкой вниз одновременно убавляем огонь потому что жарится быстро слишком они у нас не должны начинка сырая она должна как следует провариться нижняя часть беляшей начинает зурмяниться сейчас с помощью двух вилок я их переверну вот такое вот у нас щепление шварцание выкладываем наши чудесные беляшки на тарелку с салфеткой чтобы салфетка впитала лишний жир ну что ж я могу уже похвастаться беляшками готовыми здесь конечно уже не 36 штук уже упробовалась значительная часть они получились как всегда очень вкусные моя семья вообще к ним не бывает равнодушно они у нас всегда воспринимаются с восторгом о беляшики и всегда на ура расходятся вот они получились такие мягенькие пышные хотя и хрустящие некоторые из них получаются с вот такой вот сверху дырочкой трещинкой это происходит из-за того что они у нас не полностью в масле получается масло у нас до какого-то уровня не сжарится а верх пухнет 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 в результате лопается на вкусе это никак не отражается единственное если вас смущает такой внешний вид то тогда нужно стоять у плиты и топить постоянно их вилочкой вниз чтобы они полностью купались полностью были в масле ну кто пользуется фритюрницей такого вообще не будет там будет все прожарено равномерно никаких дырочек не будет так ну что ж давайте посмотрим что у нас внутри внутри у нас вот такая вот сочная замечательная начинка ну на этом все радуйте своих близких вкусной выпечкой будьте здоровы всего вам доброго и до новых встреч пока все в